Красивый и удобный дом. Все ищут такой, когда покупают свой дом или квартиру, но многие забывают об этом, когда продают его. Как ремонт и правильное декорирование недвижимости перед продажей помогает заработать больше, а продать быстрее. У нас в гостях риэлтор Наталья Славитки. Она помогает своим клиентам делать ремонты, приносящие серьезную прибыль. Наташа, скажи, зачем волноваться? Зачем такие хлопоты? Ведь ремонт это как пожар, очень сложно. Это дело стоит того? Ну, естественно. Смотри, говорят, что если ты ничего не сделаешь, то ты ничего не получишь. Это работает во всех сферах нашей жизни. Если ты не получишь образование, у тебя не будет потом хорошей специальности. Если ты не вкладываешь в отношения, то отношения не будут крепкими и стабильными. Если ты не вкладываешь в свой дом, то он никогда не даст тебе никакого ответа. Ну, слушай, многие продают свои дома и не делают ремонты перед этим, не ремонтируют и даже стейджинг не делают. Безусловно, да. Но это выбор каждого агента, наверное, и каждого человека. А что у нас на чашах весов? На чашах весов деньги, которые в конечном итоге падают людям в карман. Более подробно расскажи. Ну, более подробно очень просто. У меня несколько раз в моей карьере, или я наблюдала за другими листингами, были ситуации, когда дом по какой-то причине не продавался, например, или те деньги, которые люди получали, их не устраивали. И тогда они прибегали к услугам, как минимум, стейджера или декоратора, как максимум. Стейджер это декоратор? Нет, нет. Стейджер это человек, который именно делает вот эту репрезентацию пространства, максимальное обезличивание, которое 80% людей свели к деперсонализации, то есть он делает максимальную деперсонализацию, которую люди свели, к сожалению, к обезличиванию. И поэтому мы имеем вот этот вот ряд, если в одном и том же районе ты ходишь по 10 домам плюс-минус одной целовой категории, 9 из них будут выглядеть как братья-близнецы, если они отстейджены, потому что все в одном и том же месте ходят, рентуют мебель. И оно как бы, оно настолько безлико, что в конце дня ты спрашиваешь, человек, который дом тебе понравился, он не может их различить. То есть цель такая, что если я посмотрел за один день 10 домов, то я пришел и запомнил вот этот дом с красивым ковром, ну не ковром, а с чем-то. Смотри, всегда вот мы когда потом с клиентами собираемся и говорим дом, они могут говорить, ой, а ты помнишь вот там дом, там была картина баба с губами, например, да, или ой, а ты помнишь там, я не знаю, желтые подушки, то есть вот или там мандала на стене висит. То есть дом должен, на мой взгляд, сейчас уже, когда только-только начинался стейджинг, и когда все дома продавали так, как они живут, и некоторые стейджили, тогда это было выгодно, эти дома от стейджина, они выгодно отличались от всех остальных. Но когда сейчас все просекли эту фишку и все начали стейджить, то это привело к обратному абсурду. Они сейчас выглядят просто все абсолютно как из-под копирки, и ты можешь увидеть шикарные бархатные стулья, которые ты ожидаешь увидеть в большом там 4-5 тысяч квадратных футов доме в его столовой, то ты вдруг видишь это в маленьком таунхаузе в breakfast area, то есть вот стоит какая-то несчастная кухня, которая уже давно устала лет 15 назад, и малюсенький закуток, в котором предполагается поставить небольшой стол, и там стоит вот этот небольшой стул, и эти огромные стулья, просто потому что вот все знают, что вот эти стулья надо для стейджинг. То есть вот... Но ты вот... Есть стейджинг, есть ремонт. Ремонт зачем делать? Это десятки... Ну, наняли хорошего декоратора, стейджера. Да. Но ремонт. Ну, представь себе, что ты взял бомжа с улицы и одел его в Армане. Ты можешь с ним прийти на хай-энд вечеринку? Когда не пробовал, не знаю. Но ты можешь попробовать потом расскажи всем. Я думаю, что это будет бомбическая передача совершенно. То есть нужно все-таки что-то переделать? Я думаю, что бомжа как минимум надо отмыть, причесать, да, вывести у него в шею. Классные бывают бомжи. Да, иногда зубы ему надо вставить, чтобы он хорошо выглядел. Ну, чтобы прийти с ним в приличное общество, его надо привести в порядок. Нет смысла одевать на него безжар. Но сейчас на сегодняшнем рынке все продается очень быстро. Да. Зачем ремонтировать? Опять. Затем, рынок. На сколько дороже? На десятки тысяч. На десятки тысяч. Иногда вот смотрю, я не говорю про себя. Давай не говорить про меня. Но я вот вижу, я знаю, есть несколько людей, которые хорошо работают. Они работают не просто со стейджерами, а со стейджерами, дизайнерами. И я вижу, что вот их листинг, он всегда, в нем есть какая-то изюминка. И рядом стоит такой же дом в том же районе, тоже со стейджингом, например, да, но без огонька. И вот этот огонек, он тебе приносит десятки тысяч. То есть на фоне процента за дом, это может быть один процент разницы. Это может быть два процента разницы. Когда мы говорим про полуторамиллионный дом, это тридцать тысяч. Экстра тридцать тысяч, которые падают людям в карман, просто потому, что риэлтор нанял профессионала. Я не знаю, там, у каждого свои расчеты, кто за это платит, но это однозначно окупается. То есть даже если ты переплачиваешь за это или процент, или платишь за это стейджингу, это вот ты заплатил пять тысяч, а получил экстра, там, тридцать. Оно стоит того? То есть пять тридцать. Хорошо. Ты у нас работаешь как риэлтор. Да. Но также ты занимаешься стейджингом и декорированием и ремонтом. Я правильно понимаю? Да, я занимаюсь всем. То есть я предоставляю пакет услуг, так называемый ван-стоп-шоп. То есть чтобы человек, когда обратился ко мне, ему больше никому не надо было обращаться. То есть он обратился ко мне и говорит, Наташа, мне надо максимально хорошо продать дом. И в этот момент мы с ним договариваемся. То есть он тратит два-три часа своего времени, чтобы мы обговорили все детали. Я говорю идеи, что можно, что нельзя. Мы обговариваем бюджет, и человек продолжает жить своей жизнью. А все остальное уже делаю я. Что можно, что нельзя, чтобы сделать какой-то ремонт и вложить… Не всегда нужен ремонт. Не всегда нужен ремонт. Это может быть отремонтированный дом. Иногда нужно просто переставить мебель, иногда надо поменять цвет стены, иногда надо поменять какие-то занавеси, люстры, я не знаю, ручки на кухне. То есть это, ну, case by case. Это каждый случай, он индивидуален. За редчайшим исключением, когда это дом-интериор-дизайнер, можно ничего не делать. Но в основной своей массе мебель в домах стоит неправильно. Люди вообще никогда не учитывают ни стороны света, ничего. То есть они… Я говорю, почему вы покрасили стены именно этим цветом? Ой, я увидела дом у подружки, мне понравилось. Но дом подружки выходит на северо-западную сторону, а у него на южную. И этот цвет выглядит совершенно иначе. Он совершенно проигрышный, и он забирает пространство, и он его может утяжелять, или он его может ужелтять, если он сильно желтый. Ну, то есть вот как-то нельзя одну и ту же краску покрасить в любой дом или в любую квартиру. Даже вот там, где мы находимся, вот эта квартира выходит на озеро, а другая квартира выходит на город. И одна и та же краска будет выглядеть, даже белая. Наташа, как ты придумываешь, что вот можно сделать? Тебе приходят клиенты и говорят, вот здесь у меня дом. Ты идешь туда смотришь и говоришь, здесь нужно снести стены, здесь нужно просто шкаф подвинуть, здесь… Как у тебя вообще этот процесс происходит? Ну, я позволю себе тебя поправить, я не придумываю. Я знаю, как знаешь, есть анекдот, когда там у кого-то что-то не работает, он вызвал мастера, тот взял, стукнул молоточком, говорит, 500 долларов. Он говорит, как? За 5 минут работы вы стукнули молоточком? Он говорит, да, стукнуть молоточком стоит 5, но 495 стоит за то, что я знаю, куда его стукать. Про цифры, да. Да, вот и здесь то же самое. Это не то, что я придумываю. У меня есть опыт, у меня есть глаз, который наметан, и у меня есть, я предполагаю, какие-то природные способности, которые позволяют это видеть, и это дает мне возможность оценить пространство и понять, что с ним можно сделать так, чтобы представить его максимально выгодно. Это как хороший парикмахер, ты можешь прийти к нему с одним цветом волос и прической, уйти совершенно в другом образе, который тебе подходит максимально хорошо, но о котором ты никогда не думал сам. Ну, это женщина обычно касается, но и с мужчинами тоже бывает. Касательно молоточка и 500 долларов, комиссионные агенты, которые получают риэлторы с продажи дома, например, они достаточно высоки. Цены высокие, комиссионные выросли значительно. Они оправданы или нет? Честно тебе сказать, вот если мы берем классическую схему, когда риэлтор делает только работу риэлтора, то есть он пришел, сделал анализ рынка, оценил его стоимость, потом воткнул палку со своим знаком, заполнил формы, поставил листинг на МЛС, принял офферы, то есть оно как бы вот реально от цен домов, даже 1% такая огромная сумма, что она должна чем-то объясняться. То есть если это человек гений переговоров, то, во-первых, они берут сильно больше даже, чем обычные стандартные, там 2-2,5%, я уже не говорю про один, и их единицы. Но удивительное, рядом эти гении переговоров, они больше всего пользуются услугами, если они сами не умеют этого делать, всех вспомогательных сервисов, то есть у меня есть один очень известный риэлтор, который работает в районе, в котором я не работаю, и у нас с ним такой тандем, когда у него есть листинг, он меня зовет, он лично платит мне за консультацию, чтобы я ему сказала, что надо сделать. То есть, заставить эскимоса доплатить за это. То есть вот такой. А в принципе среднестатистический риэлтор, скажем, на мой взгляд, должен делать что-то экстра, чтобы оправдывать. Это очень большие деньги. И в твоем случае это что? В моем случае я даю уникальный совершенно пакет услуг, который включает в себя и interior design, и general contracting, и staging. То есть я извиняюсь за то, что это по-английски, я понятия не имею, как это сказать. То есть я полностью от момента, ремонт декорировать дома, маркетинг. Ремонт декорировать. То есть я, как тебе сказать, я знаю, куда стукать молоточком. Я оцениваю объем работы, я оцениваю выхлоп, который потенциально мы можем получить. Иногда люди, вот я сейчас работаю над листингом, где клиент был уверен, что ему обязательно надо сменить ковры на хардвуд. И я пришла и сказала, нет, тебе ковры никого в четырехлетнем доме никого не напугает, их надо просто почистить. Важнее эти деньги вложить во что-то другое. Во что другое, как бы я расскажу, когда дом выйдет на рынок, но вот это вот понимать, вот этот бюджет, который есть, если он есть у людей, естественно, куда его вложить, это вот это вот то самое место, куда ты стучишь молоточком. И соответственно выхлоп от этого, то есть вот, ну, соседи продаются за цену x, а я продаю за цену y. И этот y месяцами, а иногда и годами не могут перебить. И это доказательство того, я не постесняюсь сказать, хотя мы говорим, конечно, скромность украшает человека, но мне кажется, это когда его больше нечем украшать. Вот, то не побоюсь сказать, что именно это, как сказать, доказывает то, что мой подход он правильный. Когда я продаю в 2016 году townhouse или semi-detach за определенную сумму, и только в 2021 году кто-то продает дороже... Пять лет спустя цены общие выросли. Да, пять лет спустя цены выросли за это время. Я могу дать название улице любому заинтересованному. А можно рассказать рекорд? Рекорд. Опять-таки нельзя сказать о том, что это спекуляция. Ты не можешь знать, за сколько бы дом продался. То есть у меня есть несколько ситуаций, когда дом пытались продать как есть, не продавался или люди не устраивала цена, по которым продался, и тогда они приходят. Вот в этих нескольких случаях у меня есть типа до и после цены. Рекорды, да. 50 тысяч. Вложив? Вложив 160. Ремонт. Да. А какой-то совет таким же людям, как ты. Может быть, не обязательно риелковым, а которые работают сами на себя, ищут клиентов постоянно. Как вот добиться того, чтобы клиенты рекомендовали тебя, чтобы у тебя вот народная молва о твоих услугах не утихала? Надо быть не ленивым и не жадным. Просто. Надо иметь совесть, трудолюбие и думать о человеке, а не о тебе. То есть это даже с бизнес-точки зрения, я понимаю, что это звучит идеалистически, но даже с бизнес-точки зрения, когда ты ставишь в фокус доход клиента, это довольный клиент приведет тебе 5 других. Недовольный клиент заберет у тебя 50. Вот и все. То есть и человек не может быть доволен так, чтобы рекомендовать тебя, если он не чувствует, потому что мы все равно все люди. Человек должен чувствовать, что ты для него пластаешься. Вот ты для него пластаешься. То есть меня человек, когда один раз позвонил мне, это было пол третьего ночи, я сова классическая, в пол третьего ночи я обычно не сплю. И я ответила, у него был так называемый buyer remorse. То есть это когда человек купил, а потом ему вдруг страшно, правильно ли я сделал. Особенно на multiple offers, когда ты не можешь поставить условия, когда это аукцион, когда ты не можешь поставить условия, то есть это сделка сразу. Вот ты пришел, увидел, купил и все. И ты не можешь, не она не вслепую, ты видел дом, но ты не можешь завтра сделать инспекцию или проверить, дадут ли тебе ипотеку или что-то в этом роде. И вот обычно, когда это все заканчивается, вот этот хлыновый, знаешь, вот этот азарт, вот этот ажиотаж, и когда он заканчивается, и вот этот происходит расслабление, человек говорит, боже мой, что же я наделал. И что он тебе сказал в три часа ночи? И он позвонил мне в три часа ночи и говорит, Наташа, а мы правильно сделали, а мы не могли. И вот мы проговорили часов до шести утра, потому что я понимаю, когда я для самой себя впервые купила вот так вот на аукционе, и вот когда это все закончилось, и я сразу отнесла депозит, я сижу дома и думаю, боже мой, а может быть, понимаешь, вот я сама для себя, то есть я их очень хорошо понимаю, а я делаю это на ежедневной основе, и то мне было страшно. А представь себе, как страшный человек, это же самая большая покупка в жизни людей, в основной своей массе. И потом, через несколько лет, мне пришел клиент от этого человека, он мне сказал, я сказал, иди только к Наташе, ты себе не представишь, я позвонила ей в три часа ночи, она до шести со мной говорит. То есть вроде вот какая-то мелочь, я просто как нормальный человек. Вот если мне позвонит подруга, которая не клиент, никто, или напишет, что мне плохо, мне надо поговорить, или мне страшно, больно, не знаю, я тоже все брошу и не посплю ночью, поговорю с ней по телефону. Иными словами, ответ? Ответ, надо быть человеком. Надо быть человеком, и надо думать о других людях. Спасибо. Пожалуйста.